Субтитры создавал DimaTorzok То, что у нас было в прошлом семестре в 2021 группе на практикуме Поэтому я слегка короче буду рассказывать Но обещаю ничего не упустить Так что если вы совсем-совсем не в теме Значит просто повнимательнее относитесь к моим словам Ну и посмотрите соответствующий материал на сайте Сайтики я покажу Вот, значит Если вы помните разговор в прошлый раз шел о том Что система контроля версии нужна для двух вещей на самом деле Всего для двух Ну или вернее даже для трех Первое Для организации истории изменений вашего исходного кода Вот Для организации истории изменений вашего исходного кода И для того Второе Для того чтобы этот исходный код где-то хранить На самом деле хранение это тоже важная вещь И традиционно все эти системы совмещают в себе И третье Для организации какого-то рабочего процесса Когда вы работаете вместе над одним и тем же исходниками И поэтому вам нужно как-то вот взаимодействовать Мы говорили про мержа Ну мы про мержа еще будем говорить А пока что вот Как пользоваться гетом для себя Значит гетом для себя пользоваться довольно легко Потому что Снаружи весь рабочий процесс выглядит очень коротко Значит идея в следующем Вы Когда пользуетесь системой контрольной версии У вас есть два понятия на самом деле больших Это репозиторий того с чем вы работаете И рабочая копия тех файлов ваших исходников С которыми вы работаете в данный момент Вот Предполагается в общем виде Что репозиторий это хранилище всех версий Всех файлов ваших исходников Вот В каком виде это хранилище В виде каких-то дифов Или просто все версии всех файлов лежат Это другой разговор А рабочая копия это такой срез Представляющий собой актуальное состояние файлов На какой-то момент времени Вот И в случае гета Это Практически одно и то же То есть Каждый Каждый рабочий копий того с чем вы работаете Содержит полный репозиторий в себе Сейчас мы это увидим Значит для того чтобы создать Какой-то гид репозиторий Нужно создать просто каталог Вот И в нем выполнить команду Гид и нит Значит что при этом происходит При этом как видите Нам сказано что заводится каталог гид В этом каталоге гид Лежит Что? ЛС я сказал В этом каталоге гид Лежит некоторое количество Файлов и подкаталогов Сейчас мы в них заглянем Посмотрим что это такое И это и есть Ваш репозиторий Один в один Целиком Вот Пока что рабочая копия у нас пустая Ну давайте минус аль скажем Вот он гид Для того чтобы начать работать Это пустой репозиторий Для того чтобы начать с ним работать Нужно первым делом создать Какие-нибудь файлы в рабочей копии Ну например Ну не знаю Файл readme Значит Когда вы начинаете работать С репозиторием Создаете в рабочей копии новый файл Этот файл вообще не считается Принадлежащим Принадлежащим вашей Вашей системе контроля версии Выглядит это вот так Команда git status Показывает что Файл readme Который вы только что создали Он так называемый Untracked Что это значит Это значит что за этим файлом Гид следить не будет Пока вы его специально не добавите В список отслеживаемых В чем идея Идея в том чтобы Не хранить какой-то мусор Мы с вами сегодня Наверное успеем поговорить Про то как автоматически Добавлять все А мусор все равно не хранить Вот Но тем не менее Ситуация такая Что когда вы работаете Над каким-то проектом Особенно если у вас Есть какая-то система сборки Какие-то генераты Вот Которые из одних файлов Получают другие Вот эти генераты Хранить в гите Вообще-то не надо Вот И поэтому все Что вы наплодили В процессе хакания Вашего проекта Вообще говоря Считается Считается Новыми файлами Не подлежащими Отслеживания И попадания В репозиторию И так далее Если вы хотите Чтобы файл Попал в репозиторию Надо добавить Это было слово Add А не то что вы подумали И статус у него Сменится Как видите Теперь мы считаем Что этот файл Добавлен в список Отслеживаемых Что в нем есть Какие-то изменения В данном случае Это изменение состоит в том Что его создали New файл Вот И все это ждет Коммита Значит создаем файл Говорим ему Git add Сейчас мы его добавим В локальный репозиторий В тот самый Который лежит В каталоге .git .git commit Вот Перед чем я нажму enter Расскажу Что произойдет Нам нужно К каждому коммиту К каждому изменению Содержимого репозитория Добавлять Так называемый Commit message Commit message Это сообщение о том Какая именно работа Была проделана Вот Поскольку Мы Нацелимся на На совместную разработку Оформление Commit message Это важная штука Потому что Таким способом Вы коммуницируетесь С теми людьми Которые вместе с вами Работают над этим Над этим исходником Вы пишете в commit message Что вы собственно Проделали Ну вот В данном случае Мы напишем Что Это initial commit Что мы создали Создали readme файл Обратите внимание на то Что текст Который начинается С решеток Ваш commit message Не попадает Это вам просто Гид Написал подсказку Чего собственно Вы собираетесь Коммитить Что вы коммитить Собираетесь В бранч Который называется Мастер Что это initial commit То есть Никаких предыдущих Коммитов не было И что в этом Initial commit Вы завели Новый файл Readme Примерно это Я и написал В commit message Собственно В commit message Попадет только Вот это Все мы можем Сохранить Вот Теперь у нас Git status Нам показывает Что у нас Все сохран Все сохранизировано Вернее так Все изменения Попали Закоммичены В наш локальный Репозиторий Вот Командочка Git log Нам теперь может Показать Те коммиты Которые были Вот Ну Сразу А нет Потом Вот Значит Относительно Commit message Обратите внимание Что по умолчанию Если вы пользуетесь Скажем Linux системой Редактором Для ваших Commit message Будет редактор Vim Возможно Это Если вы Не Все еще Не освоили Редактор Vim Возможно Вам будет Тяжеловат С ним Рамонс Вот Тем не менее Умолчание Именно такое Для того Чтобы это умолчание Переключить Надо Изменить Переменное окружение EDITOR Мы сейчас Это сделаем Но прежде Прежде Дополним Дополним Наше Изменение Это изменение Уже было Внесено Сейчас мы Добавим Добавим Туда еще Изменение Добавим Как-то 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 Привет Привет Я на лекции Спасибо Так О чем Бежит Ах да Значит Давайте опять Посмотрим Что у нас Что у нас Что он говорит Git статус Git статус Говорит Что у нас Есть изменения То есть На этот раз Эти изменения Называются Modified Файл Вот Что они Опять Not staged Да Что эти изменения Еще в git Не помещены Потому что Мало ли что Да Возможно Мы наизменяли Целую кучу файлов А в git Мы хотим Положить Только одно изменение Об этом Я чуть позже Расскажу Вот Значит Эти изменения В git Еще не помещены И Мы даже Можем сказать Git div Который Нам В Определенном Формате Покажет Что именно Мы поменяли С предыдущей версии В данном случае Зеленые плюсики Означают Что Вот эти строчки Были добавлены Если допустим Мы что-то удалим То там будут Красные минусики А так Зеленые плюсики Вот Опять-таки Новый Commit Message Ну давайте Еще Давайте еще Добавим Какой-нибудь Файл Ради интереса Вот Что мы сюда Ну Не знаю Сегодня мы На лекции На семинаре Смотрели В черепашку Вот давайте Черепашку Нет Даже не так Давайте Сделаем Так From From Tartle Про него Мы сегодня Тоже поговорим Сегодня Немножко И тогда тут просто forward Ну и что там, он А, exit on clip Как-то так Давайте протестим Важный момент Если вы вносите какое-то исправление в код То Прежде чем коммитить эти исправления Вы должны Проверить, что эти исправления Ничего не ухудшают Понятное дело, что в общем случае это невозможно Потому что если вы работаете над большим проектом Вы добавляете какую-то функциональность Ну ее тестируете как можете Но полного покрытия тестами у вас нет И вы не уверены в том, что то, что вы добавили Ничего не ухудшают Вот Но в идеале это именно так Каждое исправление Каждый коммит в ваш проект Должен что-то добавлять Или изменять в исходном коде Но ничего не ухудшать Никаких регрессий быть не должно В идеале На самом деле они, конечно, есть регрессии Об этом, собственно, и разговор Смотрите, у нас теперь два файла Под вопросом Один из них измененный readme Другой из них, значит, свеженаписанная программа Я предлагаю оформить два коммита Потому что то изменение, которое мы сделали в readme Никакого отношения к прокпыне не имеет Вот Поэтому мы сделаем так Git add Это было add Этот самый readme Вот Теперь у нас ситуация такая Что readme мы добавили В коммит А прокпы Как был untracked файл Так и валяется Потому что вот мы его еще не трогали Давайте мы сейчас изучим вопрос Как изменять редактор Ну, не знаю Тут есть какой-нибудь редактор Какой-нибудь редактор Ну, не, нано Это страх божий Тем более, что мы можем Какой-нибудь прям джинни Можем же джинни сказать Сейчас, стойте Во Мы можем запустить в качестве В качестве редактора коммита в джинни Сказать вот так вот Editor Джинни Git Commit Как-то так О Джинни, правда, не умеет раскрашивать Коммит-месседж Ну, и бог бы с ним Может, кстати, умеет Я не знаю Может, где-то есть к нему плагин Который это делает Смотрите Заботливый гид написал нам Что мы сейчас коммитим редми А Вот этот прокпы Еще пока не трогаем Значит, тогда мы сюда Впишем, что Вот Что это просто Explanation нашего редми Значит, напоминаю, что вот это все Это комментарий Что у нас в гидлоге окажется только вот это Вот мы его сохранили Можем выйти И вот он сохранился Гидлог Гидлог Какой-нибудь минус п, например Нам покажет сразу Гид дифы Вот они Или какой-нибудь минус минус став Покажет нам Покажет нам Что мы изменили Что мы в файл редми Добавили Немножко изменений Три строчки туда добавили Вот Очередной Очередной коммит Теперь уже на прокпы Вот Ну, то есть Гид ад Прокпы Гид коммит Минус м И здесь Я пойду на трюк Я вообще не буду запускать редактор Я Коммит месседж Вот который мы с вами писали С помощью ключика M Передам Прям так Как-то вот Старый ты Тут было слово Буква ты Обратите внимание Что при этом При этом редактор не запустится А коммит месседж Вот в таком же виде Войдет в Войдет в Наш гидлог Вот Собственно Мне осталось только Рассказать про ключик минус А После чего Базовое владение Базовое владение Вот этой ерундой Оно Будет Вам доступно Значит Еще раз Каждое изменение Которое вы делаете С вашим исходником Это коммит Каждый коммит Должен быть оформлен Лучше сделать Много маленьких коммитов Чем один большой Исключение Ситуация Когда вы Одним коммитом Решаете Какую-то Одну задачу Вот тогда Конечно Бить его на кусочки Бессмысленно Потому что Тот человек Который будет читать Он запутается Вот допустим Вот допустим Мы хотим Немножко Задокументировать Допустим Вот так Вот здесь Напишем Как она там Назвалась Прог.п И здесь Тоже Мы откомментируем Напишем Что-то такое Ну во-первых Добавим Шибанк Чтобы можно было Пользоваться Этой программой Как программой И здесь Ее тоже Задокументируем Вот Значит Вот эти два Коммита Посвящены решению Одной В смысле Эти два изменения Посвящены решению Одной и той же Задачи Поэтому мы их Сложим в один Коммит И заодно Получимся Делать Git Коммит Минус А Минус М Вот Обратите внимание Что я не сделал Git Ад Потому что Ключик Гит Ад Сделает Ключик Минуса Вот А ключик Минуса Работает Так Все файлы Которые Помечены Как Модифайт Автоматически Добавляются Все файлы Которые Помечены Как Антрект Не добавляются То есть Тот мусор Который Вы нагенерили Он останется Мусором Вот 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 Git Log Минус Минус Стат Покажет Что мы Внесли Изменения Сразу В два Файла Вот Пять Строчек Добавили В один Две Строчки В другой Ну В общем Все 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 По чести Вот Зачем это может быть нужно То есть Я думаю Что Люди Которые Уже имели Дело С Разработкой Чего-то Большего Чем Программа Вот Такого Размера Вот Такого Размера Знают Что Ситуация Такая Что Естественно Код Нельзя Написать За Один День Даже Если Вы Пишите Его Один Очень Удобно Во-первых Соблюдать Дисциплину Внесения Изменений Таким Образом Что Каждое Изменение Работает Это Кстати Очень Соблазнительное Штука Вот Я Сейчас Внесу Одно Изменение Тут Мне Приходит В голову Другое Тут Третье Тут Четвертое Тут Пятое И Ни Хрена Не Работает И Ты Думаешь Ну Где Я Все Поломал Вот Поэтому Использование Такой Внутренней Дисциплины Одно Изменение Один Коммит Оно Очень Сильно Помогает Просто Индивидуальной Разработке Это Я Как Человек Прошедший Через Все Эти Соблазны Заявляю С полной Ответственностью То есть Желание Как можно Быстрее Нахакки Как можно Все В половине Случаев Кончается Ситуация Что Вы Что-то Где-то Сделали У вас Там Полтора Струб Кода Новых В разных Местах И Непонятно Где Вы Это Сделали Мы Потом Посмотрим На Гид Бесект Когда Аналогичная Ситуация Возникает В Случае Когда у вас Не 100 строк Кода А 100 коммитов И тут Выясняется Ошибка Которая За эти 100 коммитов Была внесена И вам Нужно Найти Эту Ошибку Вас Это тоже Можно Сделать Но Понимаете Какой Разный Уровень Одно Дело 100 строк А другое 100 коммитов Такие Дела Так что Приучать Себя Делать Один коммит А одно Изменение Это полезная Вещь В Гите Можно Всегда Посмотреть На Состояние Вашей Рабочей Копии Файлов На Предыдущий Какой-то Момент То есть На момент Каждого Коммита Сейчас Мы Это Наверное Сделаем Потому Что Времени У нас Еще Более Чем Дофига А я Уже Почти Все Рассказал Что Хотел Про Гит На сегодня Вот Смотрите У нас Теперь Этих Давайте Минус Стат Уберем У нас Этих Самых Коммит Теперь Много Вот И мы Можем Ну давайте Давайте Не знаю Давайте Мы тут Еще Внесем Изменение Вот А потом Посмотрим Как Перейти В состояние Предыдущего Значит Здесь Напишем Что-то Типа Какая мерзкая Фиолетовая схема Надо Перекрасить Не нравится Мне фиолетовая Схема А Я специально Такое Сделал Чтобы Было Хорошо Видно На Экране Мы Выбирали В прошлый Раз Точно Или В какой-то Ну короче Ладно Пускай Будет мерзкая Фиолетовая Вот И значит Соответственно Redmi Поменяем А нет Не будем Менять Redmi Вот мы Сделали Какие-то Изменения А потом Пришел Тем Лид И Сказал Ребята Ну Чего Делайте Вы Тут Вообще Говоря Вместо Одного Шага Во-первых Я его не протестировал Что В общем Уже Само По себе Плохо Нет Оно Работает Во-вторых Вместо Одного Шага Сделали Три Шага Ну Хоть бы Цикл Написали Ну Что Это За Улучшение Примера Была Одна Строчка Стала Три Значит Какие варианты Вариант Один Мы его пока не обсуждаем Переписать историю Вообще Вот Вариант Другой Просто откатиться На Предыдущее Состояние Ну Например Вот так Мы берем Говорим Так Вот это Был плохой Негодный Комет Мы от него Отказываемся Вообще Вообще Не любим его И говорим Гид Ресет Минус Минус Даже не так А вот так Вот И на Предыдущий Коммит Что при этом Происходит Мы при этом Перематываем Репозиторий На состояние Соответствующее Вот этому Коммиту Напоминаю Коммит Это не изменение Файля Коммит Ну собственно Это состояние Дерева То есть По результатам Вашего Коммита Ваши объекты Те которые Есть в рабочей копии Выставляются В некоторое Состояние Соответственно Когда мы Перематываем Историю На Вот этот На На Время Этого Коммита Все наши Файлы В нашем Рабочей копии Становятся Обретают Содержимое Которое Было Вот в этот Момент Вот Значит Перекручивание Репозиторий На вот этот Коммит Будет означать Что наши Файлы Все в рабочей Копии Будут Восстановлены На время Когда мы Этот коммит Делали Ну вот Давайте мы Так и сделаем При этом Гит Ресет При этом Если не сказать Минус-минус Харт Я обычно делаю Минус-минус Харт Чуть-то Я остановился То получится Ситуация такая Что те изменения Которые мы сделали После этого Вот эти изменения Они считаются Нововведенными У нас Репозиторий Отъехал назад А то что мы Те файлы Которые мы в рабочей Копии храним Остались Как было Вот это Вот это Мы и исправляем Потому что Темлит Нам велел Давайте исправим Вот Заодно Мы потихонечку Переходим Ко второй теме Которую хотелось Сегодня рассказать Про черепашку Значит Ну что про черепашку Можно рассказать Давайте мы сначала Коммит сделаем Вот такую спиральку Нарисуем Нет Плохая спиралька Вот такую спиральку Нарисуем А Ему надо Увеличивать Увеличивать шаг Понятно Да У нас было Сегодня Делить на 10 Именно Один Делить на 10 Да Спасибо Вот Вот такая Архимедова спиралька Прям Чистой воды Вот Смотрите Ну вот это уже вроде как Пример И теперь мы можем Теперь мы можем Смело 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 коммитить Гид Поскольку наш репозиторий Откачан назад Мы как бы забыли Этот кусок истории Коммит Соответствующий Он все еще есть Его можно оттуда достать Если знать Его коммит Один Но нам он не нужен Поэтому говорим Коммит Вот Теперь значит Прежде чем Переходить к черепашке Давайте посмотрим Что у нас Что у нас лежит В точке гитье Да Значит Внимание Вот давайте здесь остановимся Люди которые только что пришли Вопросы потому что Происходило Чего непонятно Потому что я Действительно Немножко галопом по европам Прыгаю Если есть какие-то Вопросы к workflow Лучше их озвучить сейчас Ага Значит За дополнительными Сведениями Ходите Сейчас скажу куда По-моему Это называется ProGit Такой есть сайт У него даже есть перевод на русский Обратите внимание Правда довольно давно Сделанный Вот И тут есть очень много всего Что нужно узнавать про гитс В частности Вот GetExTarter Это пример то что мы делали Вот Здесь же есть информация о том Что делать Если у вас случайно Винда случилась И надо пользоваться гитом Под виндой Вот Сразу скажу Что то что вы ставите Под виндуз Это кусочек Кусочек пакета Программного продукта Который называется МинГВ32 И который на самом деле Представляет собой Такую имитацию Окружения линукс Под виндуз Вот Это не этот вот модный Линуксатор В десятой винде Который появился А именно вот такой Давний старый проект В нем есть гит В нем есть шел В нем есть там вин Если очень хочется Вот То есть Вы получаете окружение Более или менее Приличное для работы с гитом С гитом Также могут работать Всякие Графические штуки Ну пожалуй Я про них тоже сейчас расскажу Кусоль Немножко совсем Вот Прежде чем рассказать про них Давайте посмотрим Что у нас таки лежит В каталоге гит Собственно Каталог.гит Это и есть ваш локальный репозиторий Он лежит прямо тут Вот Рабочая копия В него Как бы Файлы рабочей копии Которые у вас лежат Вот здесь Вот Являются Какими-то объектами Из Гита Вот И Я уже говорил это вскользь Теперь повторю Явно В гите Хранятся Вообще все версии Вообще всех файлов Которые вы когда-либо Положили в репозиторий Раньше Когда Винчестеры Были маленькие Вот Были какие-то идеи У разных людей Написать Хранилище Дифов Таких Вот у вас есть Такие дифы Они друг на друга Применяются Изобретали Такие арифметики Патчей Вот На Хаскеле Писали страшные программы Вот Которые умели Значит эти патчи Перенакладывать Я таким даже Пользовался Но в какой-то момент Он попал В какой-то бесконечный цикл И два часа Жевал мне эту базу Патчей И ничего не прожевал Я понял Что это Зло Тем более Что вы за свою жизнь Не напишите столько Кода Сколько можно положить На один завалящий Винчест Ну не напишите Гигабайт Исходных текстов Правда Никогда Вот Ну работающих Я имею ввиду Вот Значит Соответственно Гид хранит все И это Скорее всего Хранится в Каталоге Objects Видите как много Уже объектов За это время Мы наплодили Часть из них Это версии наших файлов А часть из них Это commit.id Я так подозреваю Давайте посмотрим Вот тут 1.3.1 Был commit? Вот он Вот этот объект Является Собственно Commit 8D4 5B И он кончается На 1.3.1 Ой нет Это не он Я соврал Они где-то отдельно Лежат Я соврал Ну и ладно Соврал так соврал Извините Значит Вот сколько Мы наплодили уже объектов За это время Вот Как видите Они не называются Они Просто 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 объекты Ой Они еще Все Почему-то Байнери А Возможно Они сжатые Сейчас посмотрим Нет Слушайте Не знаю Давайте в следующий раз Я вам расскажу Какого они формата Но идея Все-таки Именно в этом Что От каждого Объекта Вычисляется Контрольная сумма И все они Хранятся только там Вот Во всех остальных Местах Ой Это был лес Во всех остальных Местах Лежит всякая Метаинформация О том Какой Хед На что указывает На что На что указывает Как это правильно сказать Где закончилась Разработка Да Тут еще есть Ревсы Да А это логи Вот Какие Настройки Вашего Гита Ну и всякое такое Что тут еще интересного Хуки Хуки Это вот что Это Вы можете писать Shell скрипты Которые будут выполняться Ну или вообще Любые скрипты Любые программы Которые будут выполняться При работе с вашим Гитрепозиторием Например Вы туда пушите Или допустим Коммитите А после коммита Запускается штук Вот В данном случае Ничего Конечно Но Хуки Что там у нас Пост коммит Сэмпл Вот Ничего Как я и предсказывал Вот Буквально ничего Ну вы можете Что-нибудь туда положить Так Наверное Надо сделать Вот так вот Обратите ваше внимание Никакого отношения К работе С Я сейчас Видоизменил Функциональность Самого хранилища То есть Ваше локальное хранилище Теперь по идее Должно После После Коммита Выполнять Вот этот скрипт Сейчас попробуем Это сделать Ну вот Ваше 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 Видали? Вот он кукует То есть, после того, как произошел коммит Запущен хук, который может там Всякие интересные штуки делать Что-нибудь удалять, что-нибудь переименовывать Не знаю, жаловаться бабушке Писать хвалебную песню менеджеру Что я в очередной раз что-то закоммитил Что угодно сделать Лампочку зажигать Счетчик увеличивать Значит, зарплаты Значит, да Это мы внезапно поговорили Про управление репозиторием Такая же фигня, кстати, и на удаленных репозиториях Может быть сделана Но про удаленные репозитории Мы сегодня разговаривать не будем Такие дела Значит При любой модификации Модификации хранилища Создается очередной объект В каталоге objects Почему он бинарный, я честно не знаю Обещаю посмотреть к следующему разу Но идея стоит в том, что все объекты Которые вы когда-либо создавали В вашем гид-репозитории И в нем хранятся Вот Не так уж это много За небольшими исключениями Ну там ядро, например, Linux Довольно большое имеет гид-репозиторию Вот Ну и то, в общем, это измеряется там Сколько-то гигабайт Вот Значит Мне кажется, все Мне кажется, теперь точно все Теперь давайте поговорим про Tartle Значит, в принципе, мы про Tartle Говорить не будем Tartle это такая игрушка Вот Как вы видели, это такая черепашка Которая может ходить Вот Мы можем даже, вот видите Заставить ее Заставить ее ходить Ну, разными способами Вот Вот Давайте сделаем более хитро Ну, скажем, 300 Нет, пускай будет 200 Да Здесь, скажем, L Здесь у нас будет И минус N пополам 9 на 10 Некоторые хихикают Ну, я это не имел в виду Ну, ладно В общем Ща Чтобы Чтобы не было Хихиханий Ща А как бы это сделать Ну, ладно Фиксируем Пускай будет так Хорошо Значит Черепашка Какой смысл в черепашке? Черепашка на самом деле Является частью Частью Большого Виджет-сета С которым мы будем С вами работать Который называется ТК-Интер Вот Сам ТК-Интер Это очень-очень старый Интерфейс Инструмент По написанию виджетов Настолько старый Что он появился Раньше Питон Существенно Вместе с языком Программирования TCL Вот Что Чуть ли не один Для другого Был написан Соответственно С одной стороны Он Местами Довольно Архаичен В плане Например Того Что надо Все свойства Всех объектов Руками задавать Вот А с другой стороны Наоборот Слишком наукоемок Там есть Совершенно Удивительные Виджеты Например Виджет Текстовый редактор Поддерживающий Например Тегирование текстов Вот Вы можете Разметить Текст В текстовом Редакторе Тегами И в зависимости От этих тегов Там Раскрашивать их По-разному Шрифты Менять Ну короче Полноценный Текстовый редактор Точнее Его подложка Текстовый редактор Без логики Но с инструментарием Или например Виджет Canvas Холст В котором Кстати тоже Содержат Теги У него Есть объекты И вообще Виджет Canvas В Тартле Это Не Тартле В Токаинтере Это Инструмент Порождения Векторных Объектов Вы можете Например Превратить его В постскрипт И сохранить Подскриптный файл Из того Что мы нарисовали Вот Делать мы этого Пока не будем Потому что Это надо лезть В ТКинтер Но идея именно в этом Вот Соответственно С помощью Возможности Обратите внимание Что у командочки Есть сокращение Для того Чтобы можно было Из командной строки Писать ФД Вот Координаты Перемещения Черепашки Могут быть Относительные Как в классической Черепашке Соответственно Форвард Бэкорд Лайт Левт На угол А могут быть Абсолютные Гоу-ту И Сетхейдинг Сетхейдинг Это повернуть Черепашку Чтобы она начала Смотреть в правильную Сторону А гоу-ту Это переместить В В нужную клетку Соответственно Что еще Она может делать Да Есть Пэнап Пэндаун Пэндаун Где-то тут Я его не вижу Он есть А вот Пэнап Пэндаун Это Соответственно Когда черепашка Перемещается Она оставляет За собой след Или не оставляет Да То есть Чтобы переместить Можно Сказать Пэнап И она переместится Не чертя линии Вот Как я уже сказал Поскольку мы создаем Векторный объект В черепашке Есть анду Дайте я это покажу Потому что это выглядит Довольно прикольно Смотрите А там Клик 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 Давайте уберем Экзит Клик Здесь поставим Спит Сколько там Ноль максимальный Ноль На самом деле Можно еще Хайт сказать Но хайт Тогда будет Совсем быстро Мне так не интересно Ну не намного Больше стало Во Вот смотрите Вот мы Вот наша черепашка Вот мы Значит Мы можем взять И сказать анду Сейчас давайте Прям посмотрим Как это происходит То есть мы Удаляем Те кусочки Того объекта Который создается На канвасе Просто путем Вот нажатия Ну Функции Вот Из интересного Про черепашку Из интересного Про черепашку Что Во-первых Ну понятно Вы можете Задавать цвет Причем цвет Задается Сейчас покажу Как Где там черепашка Наша Вот она Он задается Color И если мне не изменяет память Интенсивность цвета Сейчас Color Mode Давайте посмотрим Вот Color Mode Это штука Которая вам рассказывает В чем измеряется Интенсивность цвета В случае Если она говорит 1.0 Это значит Что от 0 до 1 Цвет А если она говорит 255 Значит от 0 до 255 Вот Ну в данном случае 0 Поэтому если мы скажем Color Допустим Красный 1 Нет Зеленый Красный Допустим 0.5 Зеленый 1 Синий 0 То черепашка Вот Станет такой Зеленоватой И соответственно Оу 1200 Ошибся Я хотел сказать 100 Вот Ну или давайте Мы сделаем Поменьше Интенсивность Здесь сделаем 0.5 А здесь Сделаем 0.2 0.1 Вот Соответственно Это я про что А Про то как Модель цвета Значит Обратите внимание Что это стандартная Модель RGB Не знаю Наверное Уже и не стоит Объяснять Что такое RGB Красный Синий Господи Красный Зеленый Синий Интенсивность Единица Означает Полный цвет Интенсивность 0 Означает Черный Ничего удивительного Что у нас Вот эти две линии Что там еще есть Пинсайз Вот Это толщина Ради прикола Можно еще Вот так сказать Будет черепашка Что нету Backwards А как Ну ладно А так есть Тоже нет А Господи Прости Надо же сказать Насколько Вот задом пошла Ой Головы не видно Ну не важно Значит Из интересного Это все понятно Тут как бы Интереса Интереса никакого Вы можете Почитать документацию На этот счет Не так уж Это все Да Значит Интересно Например Как В черепахе Делаются Заполненные области Вы просто Начинаете Говорите Вот с этого места Я начинаю Обходить Область Которая Потом Будет Залито Говорите Begin fill А потом Говорите End fill Она заливает Вот Ну вот Давайте попробуем Не тут Вот тут Да Значит Ща Висит Какой-нибудь Ну скажем Два Ой Кола Да Вы можете цвет задавать Не только Интенсивностью Но и каким-нибудь Названием Ну не знаю Есть стандартные Названия цветов Вот это один из них Плохо видно Она Как была Почти черная Так и осталась Давайте Тогда Че-че-че-че-че Она Нет Нови блю Почти такая же Как миднэйт блю Ну вот Хорошо На сайте Unique Есть Список Цветов Они очень Поэтические Названия Имеют Да Так вот Давайте мы Сейчас сделаем Так А нет Сначала Что Сначала Нет Не Фил А как там А Begin Фил Да Во О Математика несложная, которая заложена в этом всем, определит, какая поверхность у этой ломаной внутренняя, и все содержимое внутри закройится. Я так и подозреваю, что это та же самая математика, которая работает по скрипте, которая делает то же самое. Это первое, относительно интересное про черепашку, как в ней закрашивать области. Второе, чего я показывать не буду, но о чем расскажу, потому что это может быть интересно. Вы можете изменять размер поля. Размер поля относительный, он не в пикселях. Вот это 100 в ширину, это неизвестно, чего 100. 100 черепашьих шагов. Как вы видели в программе, из примеров программы, вы можете шагать на вещественное число шагов вперед. То есть все измерения в черепашке относительные, и вот их размер можно менять. Вот. Что еще интересного? Ну, наиболее интересная штука, которую мы, наверное, не будем трогать в черепашке, если вы не потрогаете сами, это событийное программирование. То есть вы, в принципе, можете назначить на... Где тут? Events. Events, events, events. Вот. Вы можете назначить на какие-то события, которые происходят с вашим экранчиком, какие-нибудь... Ну, вот типичный, кстати, пример. Сейчас. Сейчас. Тебе сейчас, конечно, надо, конечно, go to. Ну, ладно, давайте я ее сам сделаю. Смотрите. Идея была вот в чем. Нет, сначала определяем функцию. Значит, то, что я сейчас говорю, это такие начатки событийного программирования. Мы о нем поговорим чуть позже. И это такой, скорее, ну, детская его имитация. Но, тем не менее, оно вполне... Описывает то, что мы, в принципе, подразумеваем под соберетированным программированием, а именно отдельно main loop и отдельно, значит, обработчики событий, которые в этом main loop случаются. Вот. 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 Сейчас мы запустим main loop. Значит, в чем идея? Идея стоит в следующем. Программа, написанная для... Написанная в парадигме событийного программирования, грубо говоря, устроена так. У вас есть какие-то акторы, действующие лица, и Вселенная. Вселенная порождает события, действующие... И движок событийного программирования раздает эти события акторам, актор на эти события реагирует. Запуск Вселенной выглядит так. Вы описываете, как акторы реагируют на события, а потом запускаете так называемый main loop, то есть приводите в действие Вселенную, которая начинает эти события генерировать, акторы начинают их обрабатываться. Обрабатываются. Вот. По идее... Ну вот. Идея не сработала. А-а-а! Это клик на черепаху. Вот когда я кликаю на черепаху, у меня срабатывает... Видите? Что при этом возвращается? Похоже, возвращаются координаты мыши. Потому что я курсором двигаю. Вот. То есть это событие возвращает координаты мыши. Вот. Значит, таким образом вы можете, в принципе, писать какое-то подобие игрушки. Не забывайте только, что увеличение количества объектов на полотне этого самого черепашки увеличивает сложность того векторного объекта, который в результате конструируется. В какой-то момент все это начнет либо вискнуть, либо упадет. Ну, потому что это все-таки не продакшн-штука. Это такая игрушечная вещь. Но тем не менее. Значит, под конец сегодняшней истории хочу показать еще... А, да. Значит, что там бывает? Бывает анклик, бывает... Что еще? Он релиз, он драг. Драг вы можете... Ну, понятно. Ткнули, потащили черепашку. Вот. И... А, есть еще антаймер. Антаймер очень смешная вещь, на самом деле. Тут можно прямо скопипастить. Нельзя скопипастить. Эй, почему нету вот этой штуки? Здесь есть, а здесь нету. Бессовестные люди. Забыли разметить. Значит, что такое антаймер? Антаймер – это одноразовый запуск события через определенное время. В данном случае одна четверть секунды. то есть, если мы... То есть, если мы... Давайте. Долго-долго-долго. Значит, вот. Давайте мы напишем что-то типа... Значит, нам нужна функция. Можно лямбда, я думаю. on-таймер. On-таймер. Лямбда. Это была лямбда, а не то, что вы подумали. FD, ну, скажем, 100. Ну, скажем, через две секунды. Вот. В примере... Да, да, это штука однократная. Это не означает, что каждый раз, теперь через две секунды будет вызываться вот эта самая функция. Нет. Она будет... Это однократный запуск такой функции. И вот в этом примере, как видите, внутри функции F вызывается еще один on-таймер самой себя. И она начинает крутиться. Собственно, вот она крутится. Вот. Обратите также внимание на то, что этот on-таймер заработал, мы можем продолжать дальше работать. И, например, сказав running false, мы... Вот давайте вот все это скопируем, посмотрим, как это работает. Что-то у меня есть сомнения о том, что это так. Ну. Ну. Так, что там? Так. И чё? Screen is not defined. А, я знаю, в чем дело. Это надо создать экран, иначе он не будет... Ну, ладно. Возможно, сейчас не получится. Возможно, сейчас не получится, потому что скрин-то нету, а без скрина она будет работать синхронно, а не синхронно. Сейчас давайте проверим мою гипотезу. Да. К сожалению, к сожалению... Ой, нет, нет, смотрите. Вот она ходит, а мы тут в это время что-то делаем. А, нет, ничем мы не делаем. Ничем мы не делаем. Бум. Ладно. Значит, соврал. Для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы был... Вот. Чтобы был экранчик. Надо сначала создать экран, а потом уже на него... А потом уже с ним что-то делать. Слушайте, не буду врать. Надо с этим разобраться. Можете с этим разобраться? Не буду врать. Значит, окей, значит, какая-то ограниченная поддержка особиатийного программирования есть в черепашке. Я, в общем, в нее до конца не дошел, потому что она именно что ограничена. Вот. Значит, последнее, что я все-таки хотел показать, это программка, которая будет домашним заданием таким простеньким на сегодня. Вот. Я эту программу сегодня написал, когда у нас был практикум. Вот. Она, ну, довольно прикольная. А главное, в ней есть две... Два недочета. Один из них связан как раз с тем, что мне не удалось, поэтому надо поисследовать этот вопрос, а именно с асинхронной обработкой поведения черепашки. Вот. А вторая связана с тем, во что я тыкал, но не показывал, с изменением размера, либо с изменением размера экрана, либо с какой-то логикой. Значит, рассказываю, что хочу. Значит, программа очень простая. Допустим, n равняется, ну, не знаю, там, а нет, не здесь. Вот. Да. Это уберем. Так. Что там у нас было? А, мы был random. Во-первых, надо из random что-нибудь импортировать. From random. Вот. А во-вторых, мы будем рисовать окружность. Там есть, значит, помимо, помимо, есть еще возможность нарисовать окружность, можно нарисовать точечку, можно нарисовать труп черепашки. Ну, то есть, он прямо оставит вот силуэт курсора черепашки в том виде, в котором он есть. Черепах, черепаха треугольник, значит, треугольник стемп. И, кстати, для этого используют теги, вы можете потом по этим стемпам ходить, что-то с ними делать. Ну, да ладно. Значит, ну, допустим, минус, это радиус, минус 60 до 60. А, только не так. Это run range. Вау, отличное слово. Это радиус, а это градусы. Ну, скажем, от минус 200 до 200. Вот. Значит, как нам говорит функция циркль, у нее есть три параметра. Первый параметр радиус, второй параметр это дуга. Если он не указан, то дуга будет стопроцентная, а если указан, то это какой кусок, сколько градусов, начиная с текущего места, нарисовать. Вот. А степс это количество отрезков в окружности. Мы же понимаем, что любая кривая на самом деле ломаная. Вот. Так вот, если радиус отрицательный, то будет по часовой стрелке рисоваться окружность. А если положительный, то против. Вот. Давайте еще цвет поменяем. color. Вот. Да? Так. Это нам не нужно. И где-то клик оставляем. Еще pen size, ну, скажем, три. Нет, два достаточно, мне кажется. лучше три. Это что? Это не три. Что-то не так он находит. Почему у него острые углы вот здесь? Вот эти острые углы, они что означают? А, я знаю. Ну, слушай, случайные. По идее, она должна довольно красиво ходить. Не-не-не, смотрите, она почему-то берет назад и идет. Да, но она должна продолжать движение. Мне кажется, что это связано с нулевым, с нулевым радиусом. Халло. Привет, я немножко на лекции. Давай, спасибо тебе, дорогой. Так. Да, вряд ли так часто выпадает нулевой радиус, что не так. Может быть, слишком маленький диаметр для принцессы. Короче, что я хочу, чтобы был здесь исправлено? Две вещи. Первое, чтобы радиус был не нулевой сильно. Ну, например, от 6 до 60, но с двумя различными возможными знаками. Чтобы мы хорошо видели, как она поворачивает то в одну, то в другую сторону. Вот. Второе, то же самое про дугу. Вот. Ну, это то же самое. И третье, что когда она, чтобы эта черепашка никогда не выходила за рамки экрана. Вот. Потому что... Задом движется. А, слушайте, я знаю, нам не нужно делать отрицательный... Все. Спасибо. Нам не нужно делать отрицательный... отрицательный... вот здесь. Вот. Только... Только... не нужно делать отрицательный радиус, конечно. Вот. И все будет хорошо. Уползла. Червячок. Вот. Значит, так вот, значит, домашнее задание должно состоять в том, чтобы... Давайте только... А, это не радиус. Это экстенд. Да. Тогда вот так. чтобы она кривее ползала. Все равно уползла. Вот. Ой, вернулась. Все равно уползла. Вот. Значит, домашнее задание состоит в том, чтобы доработать эту суперпрограмму до двух вещей. первое, чтобы не было ситуации, когда у нас радиус нулевой. Вот. Это простая задача. И более сложная задача, чтобы черепашка не уползала за границы экрана. Вы можете не пытаться вызнать эти границы экрана, это не такая простая вещь, как кажется. Вот. Потому что там вмешивается размер канвас, этот цикантеровский, размер декоратора и окна, размер того, размер всего. Вы можете его задать, допустим, там, не знаю, 300 на 300. Вот. Но нужно поменять логику черепашки таким образом, чтобы вот все эти кривульки ее не выводили, ну, или почти не выводили. Например, если она ушла за границей экрана, потом стремилась обратно. Стремилась. Вот. Как это сделать, я не знаю, но я думаю, что для вас простор для фантазии, а заодно вы немножко поупражняетесь в написании такого рода безумных приложений. Вот. Дополнительная нагрузка состоит в том, чтобы эта программка лежала в ГИТе, в следующий раз я расскажу, как ее пушить и где мы регистрируем свои репозитории, и вы, как бы, в качестве домашнего задания туда это дело запустите. Вот такие дела. Смотрите, если она... Да, почти наверное. Если она в какой-то момент исчезнет за границей экрана, это не страшно. Главное, чтобы она начинала хотеть попасть обратно и пока не попадет, продолжала хотеть. Как вот это хотение вы будете реализовывать, это, в общем... Например, например, можно что сделать? Можно посмотреть направление от центра и делать повороты таким образом, чтобы она с большой вероятностью оказывалась, смотрела в центр. в том смысле, что вот она куда-то уехала за границей экрана и при этом смотрит куда-то, чтобы следующий поворот был не на произвольное количество градусов, а на такое количество градусов, что она финишировала глядя ровно в центр, например. Ровно в центр. И это довольно легко сделать. Вываться. Это несколько более читерский способ, да? Можно просто сказать GoTo 0.0, да? И все. Ну, большую дугу такую. Тоже вариант, но вот мне мой вариант больше нравится. Ладно, мне кажется, что все, еще вопросы есть? Значит, в следующий раз мы продолжаем с гитом, с публичным репозиторием, говорим про то, как публиковать и, возможно, как идет взаимодействие между вот это все, сколько успеем, и начинаем разбирать такая интер.